Встречайте, на сцене бизнес-стендапа Андрей Десенко. А вот и он. Здесь Десенко, здесь Десенко. Вот он. Добрый вечер всем. Вот там такая подводка замечательная. Валера Валерич. Очень приятно. Ко всем регалиям могу сказать о том, что я первый бизнесмен, нет, не бизнесмен, на первый «Крестный отец» на обложке Форбс. А «Крестный отец» кого? Ты просто спросишь, почему. Потому что у меня на руках мой крестник. А, вот так. Да, совершенно верно. Вот, ребята, добрый вечер. Мы сегодня находимся в «Карибиан Клабе». Формат подразумевает, я считаю, канву моего выступления. И у меня будет такой музыкальный рассказ, потому что в нем есть эмоции, есть юмор. Вначале я придумал такую подводку о том, что после перформанса с Надеждой Дорофеевой, с Надей Дорофеевой, мне уже на сцене ничего не страшно. Вот, но сейчас после, я подумал о том, что после выступления Артема, все, что я скажу, будет уже не смешно. Я сейчас просто вспомнил перформанс, это когда она с Настей Каменских целовалась, и вы так на меня посмотрели. Вы об этом говорили? Нет, нет, я не Потап. Нет, Дорофеева с Каменских когда целовались, я вот этого боялся перформанса сейчас. Но ее не было. Нет, ее не было. Кого? Замечательно. Хочу начать. У меня есть один рассказ, он цельный, это не часть отдельных историй. И расскажу, расскажу ее от начала до конца. У меня в жизни есть такое выражение, одно из нескольких ключевых, на которых я опираюсь, жизнь искусства вовлечения. Или вовлекаешь ты, или вовлекаю тебя. Благодаря ему я создал очень много интересных проектов. Благодарю их состоялся мой фэшн-бизнес, ресторанный бизнес, партнерство с французской группой Limoan и многих других уникальных проектов, друзей, партнерств и вообще событий в жизни, которые наполняют и благодаря которым жизнь приобретает яркие краски. Одной из таких встреч и последним перформансом стал мой проект неожиданный, уникальный, дружба и в конце концов совместный концерт с потрясающим итальянским музыкантом Марио Стефано Петродарки. Я увидел этого невероятного музыканта просто на YouTube, как отзыв о том, что посмотрите, как он играет, какая страсть живет в нем. Я открыл, увидел его выступление, был поражен. Он один из самых невероятных на сегодняшний момент музыкантов жанра. Он бандионист, он играл с Андреем Бачели, Хосе Каррера, с Анной Нетребко. Он невероятно востребован. Сегодня он играет концерт в Дубае на Экспо. Завтра он будет уже в другом месте. Он иногда играет до 20 концертов. И его страсть на сцене просто невероятна. В этот момент я готовился к подаче документов и к сотрудничеству с итальянским посольством, как первый почетный консул Италии в Украине. И я подумал о том, чтобы было очень здорово объединить две идеи, пригласить его как музыканта на будущее открытие под патронатом посольства Италии. И, с другой стороны, я очень хотел, чтобы Украина стала его 57-й страной, потому что до сих пор он не был в Украине, не играл, и нам его творчество не знакомо. А я поставил такую задачу агентству. Они с ним связались. Сказали о том, что да, возможно, он прилетит 3-4 октября, сделает концерт, и это возможно. То есть я был этим успокоен. Мы сориентировались. И задача, которая стояла, это подобрать здесь классный коллектив. Марио высылает ноты. Он очень стрикт. Он высочайшего уровня музыкант. Он, мне сказали, не отступает никогда от траектории. То есть есть ноты. Два дня он репетирует. Потом играет концерт. И улетает. И если посмотреть на него, то, в общем-то, очень сложно сказать о том, что, например, этого человека, да, я ему дал такое прозвище Кощей, можно в принципе раскрутить на какой-то перформанс, на какое-то интересное выступление вне рамок своего концерта. Вот. И получилось небольшое чудо. В нашей жизни все события не случайны. Был джаз на Днепре, и из-за ковида очень многие музыканты не смогли прилететь. И организаторы сумели, я не знаю каким способом, убедить Марио, с которым у него уже был контакт, прилететь к нам в июле в Днепр и дать этот концерт. Чему я был несказанно удивлен. И вот он прилетает. И в день его прилета, мне, безусловно, интересно с ним познакомиться. Он классный музыкант, моя инициатива. Мне хочется поделиться с зрителями в Украине. У меня рождается безумная идея. А почему бы Марио Петродорке, почему бы он не сыграл вдруг червонную руту? То есть у него есть концерт, у него есть четкая классическая программа, астропьецола, у него есть четко ноты. А я подумал, а почему бы так, чтобы он не сыграл червонную руту? И эта идея меня заразила как вирус. То есть вирус страсти, вирус энергии, вирус сюрприза для зрителей. И я прямо себе очень ярко и отчетливо представлял, как Марио Стефано будет играть на сцене с потрясающим Днепропетровским квинтетом и будет звучать эта музыка. А дело было за малым. Как вовлечь невероятного музыкальную звезду, которая не отклоняется от траектории в это действие. И у меня возник план. У меня возник план. Я не знал, как я смогу его влечь. Но у меня было страстное желание. Я забронировал маленький, очень уютный итальянский ресторан. И когда после концерта я его забрал, где он репетировал с музыкантами, мы приехали туда, он всегда, как оказалось, перед концертом употребляет пасту. Она ему дает энергию, страсти. Это Италия. Он много путешествует, очень скучает по родной стране. И во время этого путешествия, во время нашего пастопотребления с вином, две бутылки вина ушло, он говорит, я хотел нащупать тонкости его души. Чем он увлекается? Что он любит? И он говорит, ты знаешь, Андрей, я много путешествую, но у меня есть страсть. Это старинные итальянские автомобили. Я большой коллекционер старых Fiat. Я большой коллекционер Alfa Romeo. У меня большая коллекция и все. Я говорю, ты знаешь, у меня тоже есть одна уникальная машина. Он говорит, какая? Я говорю, Alfa Romeo 8C компетенционная. Он говорит, ноу, но Андрей, it's impossible. Это невозможно. Таких машин нет в Украине. Я скажу о том, что этих машин выпущено всего 500 в мире. Одна есть у нас среди бывшего Советского Союза. И по уникальной случайности я боролся за нее несколько лет, и я эту машину получил. Но это отдельная история. Вот. И он говорит, нет, это невозможно. И мы немножко эту тему отложили. Говорю, я тебе докажу. Мы дальше сидим, общаемся. И в этом ресторане есть гитара. У меня есть много гитар. Есть гитара в Милане, есть гитара во Флоренции, есть гитара в Вене. Да, и вот в этом ресторане в Днепре у меня была гитара. Вот. Я достал эту гитару и начал неожиданно наигрывать, неожиданно наигрывать песню «Червона Рута». Он послушал и говорит, not bad, not bad. Вот. И потом дальше продолжался вечер. Он уже был расположен. Он действительно чувствовал себя в очень уютной атмосфере. Вот. И в конце концов произошло маленькое чудо. Так, сейчас я… Вот. Я наигрывал, да, такая Италия в Днепре. Все уже ушли, да? Вот. Да. И я… Мы начали с ним наигрывать и произошло чудо. И он мне говорит, совершенно неожиданно, Андрей, завтра ты играешь «Либертанго» со мной. «Либертанго» – одно из самых ярких, самых мощных произведений Астера Пиццолы. Вы все его знаете. На нем это, ну, наверное, там самое известное произведение Астера Пиццолы, современного танго, вот, которое он играет. И это очень мощно. Вот. Вот. И я ему сказал, окей, если завтра я тебя катаю утром на Альфа-Ромео, ты со мной вместе сыграешь червонную руту на сцене. Вот. Это было, ну, совершенно невероятно для мастера такого класса. Это была совершенная авантюра. Это был совершеннейший факап, вот, если бы я это не сделал. Да. Но утром перед его отелем его ждала потрясающая, яркая, неожиданная машина, которую он никогда в жизни не видел. Вот. И Топ Гир, когда, перефразируя то, что сказал Топ Гир от этой машины, о том, что намного легче и намного, ну, вы встретите Джорджа Клуни в очереди в АТБ, чем вы видите эту машину, вот, в эту машину на улице. Вот. Он был как мальчишка. Мы с ним сели машину, ехали по Днепру. Справа был прекрасный Днепр. Слева дымил наш завод Петровского. Это был такой неожиданный антураж. И когда он приехал, он вышел из машины и сказал о том, что, Андрей, это невероятно, это сикстинская капелла в Днепре. Я ему сказал, ты знаешь, Марио, да, это сикстинская капелла Альфа Роме, но только у нее из трубы не идет черный дым. А так, в общем-то, да, это сикстинская капелла. Вот. Мы провели день с ним вместе. Он сказал о том, что ему нужно готовиться к концерту. Я ему дал ноты для червоной руты. Либертанга я совершенно не знал. Вот. И он пошел готовить за концерт. Концерт был на 6 часов. Была дикая жара. Был зал на тысячу человек. Вот. Было неимоверно тяжело. Да, но у меня в душе было неимоверное переживание от того, что мы можем сделать что-то очень классное. Вот. Мы с Марио установили контакт. И я, честно, как мальчишка, просто не представлял, каким будет этот перформанс, потому что впереди ждала самое важное. Ждала репетиция, как можно сыграть это произведение. Я не профессиональный музыкант. Я не знаю, что мной двигало в этот момент, да, с точки зрения вот создать этот перформанс и это действие на концерт. Вот. Но все шло к тому, что у нас получится. Вот. За час до концерта, когда они уже отрепетировали всю основную программу, была дикая жара, Марио Бегал, к сожалению, зал в Юпре совершенно не расположен для такого классического концерта. Марио Бегал от ребят к звукачам. Ничего не получалось. Звук не шел. Да, но он был полностью одержим. Он не вышел из себя ни разу. Да, он работал над звуком. Это было упоение. Это потрясающая репетиция. Вот. И когда мы спустились все с потрясающим кримитетом депровским вниз, он сказал, так, ребята, а теперь мы будем репетировать с вами червонную руту. Они сказали, что червонную руту? Марио, Андрей, что ты делаешь? Это такое впечатление, что маэстро повару сказали, а приготовь мне, пожалуйста, картошку в мандирок, спой мне немножко мурку и будет все хорошо. Они были в шоке. Марио взял телефон, взял ноты и стал наигрывать впервые червонную руту. Я считаю, что это одна из самых ярких, очень тонких, очень лиричных наших украинских мелодий. И ребята вначале были в совершенном отторжении. И мы начали с Марио потихоньку репетировать и реализовать этот проект. Подключилась одна с криком, вторая, белая чель. И потом через полчаса весь оркестр уже играл это произведение с наслаждением, разворачивались. А в этот день утром мне пришла идея особо интересной концовки. О том, что вначале мы сыграем одним движением, потом третьим, четвертым. И я говорю, Марио, а давай сделаем так, давай сделаем такую неожиданную концовку. Он сказал, гранде, гранде, Андрей, все играют, как он сказал. И мы вышли на потрясающий финал. Идея была сделать так, чтобы после классического концерта, концерта сделанного Станга, никто не догадался о том, что мы будем играть червону роту. И потрясающе было то, что настолько великий артист смог доверить мне и поддержать меня в желании разыграть эту карту. Сделать начало, как РУХС-кий концерт Родригеса, классический, как диалог бандонеонной гитары, для того, чтобы не понял, к чему мы ведем. И мы это сделали. И остается 30 минут до концерта, я переодеваюсь, он переодевается. Конечно, совершенно непонятное волнение, когда я непрофессиональный музыкант, и он говорит о том, что все, Андрей, ты будешь со мной играть на сцене, и мы с тобой исполним это произведение. И дальше произошло следующее. Тысяча человек в зале, дикая жара, Марио Стефана в вышиванке, которого мы ему подарили. И что происходит дальше? Можно здесь остановить? Очень важно, когда вы готовитесь к такой авантюре, и когда вы вовлекаете человека в свою жизнь, в свою амбицию, тонко чувствовать происходящее. Марио настолько отдается своему делу на концерте, что я увидел в момент, что он просто полностью забыл все ноты. Он был в своей программе, он забыл об этой червоней руте, да, мы сыграли с ним либертанго, жара была неимоверная, мы просто все истекали потом, да, но концерт есть концерт. И он мне говорит, Андрей, вот напомни как это вступление, что означает, блин, я все забыл, я все забыл. Я чувствую, я понимаю, что он совсем забыл ноты, да. И я начинаю отвлекать публику рассказы. Я не знаю, это просто на каком-то совершенно невероятном тюнинге друг с другом, когда ты понимаешь о том, что ты в партнерстве, ты уже просто настраиваешься друг на друга, и ты ничего другого не видишь, но ты понимаешь о том, что сейчас тебе нужно дать ему время. Я понимаю, что мне нужно говорить залом, чтобы он в своем телефоне, маленьком телефоне, за пюпитром снова увидел ноты, потому что он ничего не помнит, ему все вышибло. Он просто творит, и он просто в этом зале. И я начинаю отвлекать зал, рассказывать историю. В этот момент он сидит как Кощей Бессмертный, по нему течет пот, я никогда это не забуду. И он в этот телефон вглядывается и думает, зараза, Андрей, ты меня в это вовлек. Последний раз я это делал, наверное, в музучилище, да, вот так готовился, прямо на концерте. Но он не подал виду. И в тот момент, когда я уговаривал, рассказывал зал какую-то историю, он просто впитывал. У меня было такое впечатление, что как в фильме, фантастическом фильме, это просто черво Наруто по потоку вливается в его глаза, и он впитывает и начинает просто вникать в это произведение. Ну и дальше... Марио Петро Дарвич! Да, Марио Петро Дарвич! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я ему пообещал, Марио, ты не представляешь, когда мы сыграем червонную руту, будет такой триумфор, который ты давно не служил. И он на это согласился. И вот видите его лицо, когда он готов, и мы начинаем выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас на это ушло 15 минут. Мировая звезда. Андрей Сдесенко – бизнесмен. Но мы смогли найти, настроиться друг на друга, почувствовать друг друга. И дальше был концерт, и дальше был невероятный фурор. Все вступили. И зал подпевал. Действительно, Марио был в восторге. И когда мы вернулись в гримёрку, ребята сказали, Андрей, ты знаешь, вообще поразительно, ты не музыкант, но ты своим более широким взглядом позволил нам сделать очень яркую, очень мощную вишенку на торте этого концерта, когда действительно мы всё смотрим очень классически. Мы смотрим очень зашоренно. Да, но ты своим креативным взглядом позволил нам получить этот кайф. Ребята были в невероятном восторге. И очень сложно передать те эмоции, которые были, когда они прошли этот путь с невероятным маэстро, который практически никогда в других условиях не смог бы с ними исполнить это произведение. Но они действительно получили этот триумф на сцене. Прошло несколько месяцев. Мы репетировали, мы дружили. Марио улетел на следующий день в Париж. У него был концерт. Но он мне написал очень важное сообщение, где за полтора суток человека, который не знал Украину, не знал нас, не знал нашу культуру, мы смогли влюбить его в нас очень щедрых, открытых, потрясающих гостеприимных, творческих и смелых людей. Я попрошу... Да. И вот он мне написал утром, когда он уже улетел, слова Love Ukraine, Love you everybody, Love you world, you tasty, you're super good. И он мне пишет о том, что, Андрей, мы с тобой сыграем очень много концертов, я тебя приглашаю в Италию, ты просто... Ну, главное, ты просто выучи аккорды Либертанга и все будет хорошо. И с этого момента началась наша дружба. Он мне прислал ноты. Я сказал, ну, ноты у меня просто нет времени. Он попросил своего друга, чтобы он записал видео и прислал мне видео, как играть Либертанга. Мы готовились к следующему концерту, которое было 3-го числа в Днепре, 4-го в Киеве. Некоторые ребята были, мои друзья были на этом концерте. И я готовился к этому концерту одержимо. У меня было 4 репетиции с Марио. Я до той степени репетировал, что когда я завтракал, у меня было такое вот ощущение. Я поймал себя на мысли, что я просто жую в так Либертанга. Та-та-та-та-та-та-та. То есть это было полное погружение. Я засыпал, я слышал это Либертанга. Я не мог подвести Марио. Мы пригласили совершенно другого уровня музыкантов. Это было фантастическое Либертанга. Это было фантастическое черво Наруто. И прилетел Марио и сказал, ты знаешь, сейчас это самая любимая песня моего отца. И он ее играет, он ее поет. И уже не было вопросов. Мы этот сюрприз повторили уже перед очень требовательной, утонченной киевской публикой. Уже нет этого напряжения Марио. Уже эта песня, которая... Ура! 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 Это был действительно триумф от мировой звезды. Вы посмотрите как он кайфует. У нас в первый ряд были студенты Кивской консерватории музыкальной. И это было все. Иногда нам кажется что мы способны вовлечь людей нашей страстью, любовью. Что они двигаются нашим амбициям. Они нам ничего не должны. Я не мог купить его любовь. Я не мог купить или убедить его другим способом, как не влюбить, не раскрыть в него самые лучшие черты таланта, его страсть, любовь. Он мне поверил. Он поверил о том, что это будет хорошо. Он рискнул выступить на сцене с непрофессиональным музыкантом, но в котором он почувствовал человека, страсть, музыку, любовь. Я считаю, что в нашей жизни можно и нужно быть смелым, ярким, страстным, влюбленным в свое дело, чтобы суметь вместе сделать потрясающие проекты. Мне казалось о том, что я Марию вовлекаю, и я в какой-то степени использую его для реализации своих музыкальных и непрофессиональных амбиций. Ну и произошла одна интересная вещь. Когда мы репетировали вместе с ним «Червон Рут», он сказал, Андрей, 26 декабря у меня день рождения, и я хочу, чтобы ты со мной выступил в большом зале филармонии в Ереване, с большим симфоническим оркестром. Я говорю, но ты шутишь, это невозможно. Он говорит, я, Марию, нет, нет, я не приеду, здесь я могу выступить, здесь меня знают, здесь музыканты где-то дают мне скидку, там это огромная, это великая сцена. Он сказал, не вопрос, вышел перед концертом, который мы делали с посольством Италии, и сказал, я приглашаю Андрея выступить на моем концерте 26 декабря в Ереване. Мне уже было некуда деваться, и я сказал, Марию, да, я пытался отнекиваться, но последнее сообщение, которое он мне прислал, это были мы, и вот теперь это выглядит следующим образом. Посмотрите на сцену, на которой мы выступали, и сцену, на которой теперь предстоит выступить мне, и Марию сказал, у меня будет несколько гостей мирового класса, и ты вот там вместе с тобой, мы сыграем Либертанго, а под конец в Ереване, в Армении, мы сыграем Червону Руту. И это последнее сообщение, которое я получил буквально вчера, я ему прислал, он говорит, yes, son with you. Вот, он предложил мне сделать профессиональный постер, сделал афиши, к сожалению, сегодня он мне не прислал, может быть, это будет завтра, но мне теперь предстоит тренироваться, репетировать, чтобы сыграть с Марио. Теперь его, да, желание, потому что это партнерство, это дружба, это взаимное вовлечение. Жизнь искусства вовлечения. Или вовлекаешь ты, или вовлекают тебя, а иногда мы вовлекаем друг друга. У меня было много всего заготовлено, шуток, но я боялся, что когда я буду шутить, я просто потеряю канву и не смогу дать ту энергию на одном дыхании рассказать историю потрясающего партнерства, дуэта и в результате радости и музыки, которые мы подарили друг другу. Но музыкальный сюрприз будет или нет? А? Музыкальный сюрприз дать от вас? Да, конечно. А, это еще не все, у нас музыкальный сюрприз. Ну, ребят, конечно, конечно, как же можно было без музыкального сюрприза. Вот, я хочу пригласить на эту сцену моего друга, прекрасного бизнесмена, потрясающего музыканта Николас Тимощук. Вот, мы сделали сегодня, и мы подготовили такую классную песню. Вот, Игорь с нами сегодня выступит тоже. У вас, мы очень хотели, чтобы вы тоже нас поддержали, потому что действительно мы здесь много уже находимся, и хочется выплеснуть энергию. Вот, вы можете нам подыграть. У каждого есть на столе такая перкуссия импровизированная, это зубочистки фрикенбок. Вот, вы можете посмотреть, достать. Да-да-да, вот они очень классно звучат. Да, у моей коллеги. Это какие-то игры? Да-да-да, конечно. И я тебя попрошу, пожалуйста, вам уже есть? Есть уже, да? Вот, и у вас, Наталья, есть? Нет еще? Вторая, да? То есть это называется перкуссия. У меня предвкушение, что сейчас родится гимн бизнес-стендапа. Нет такого ощущения? Ну, кстати, мы, да, мы можем его сделать. Так, ну, теперь нам нужна поддержка зала. Ну, давайте, вы вытерпели до конца уже. Вот, подождите, давайте попробуем. Да, слышно, слышно, слышно. Да, весь зал, отлично. Я начинаю, да? Давай. Кстати, песня «Подружба». Пусть карман, он им мало. Пусть карман, он им мало. Одиноко летит душа от саксофона до ножа. Но зато, мой друг, лучше всех играет в блюз. Лучше всех вокруг, от один играет в блюз. Лучше всех вокруг, от один играет в блюз. Лучше всех вокруг, от один играет в блюз. Ночь на выдох, день на вторе, Он не с rush. Да ты стой, обречённо, летит ушав От саксофона до ножа, но за полный круг Лучше всех игран, рус. Лучше всех вокруг, он один игран, рус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Он и молод, и вечно пьян, обречённо, летит душа От саксофона до ножа, но за полный круг Лучше всех игран, рус. Лучше всех вокруг, он один игран, рус. Лучше всех! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, А саксофон будет петь, Сорняочи-п Baal! Круппа «Машина бизнеса» Поднят ворот, пуст карман Он им молод и лично пьян Он на взводе не подходи Он приходит и не один Но зато мой друг Лучше всех играем в плюс Лучше всех вокруг Он один играем в плюс Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Для тех, у кого плохое зрение Хоть и Андрей, но не Макаревич Андрей Десенко был фронтменом Нашей новой группы Аплодисменты нашим Музыкально подкованным участникам